Добрый день, друзья! С вами Слово Эксперту. Тема нашей сегодняшней передачи будет такова. Текущее положение дел в области судебной экспертизы и в частности в области экспертизы автотранспорта. В гостях нашей студии слева направо Иванов Алексей Борисович, представитель Центра Экспертизы Автомобилей и Гарабана Николаевна, замдиректора Федерации Судебных Экспертов. Исходя из заданной тематики, заданного профиля, мы с Анной Николаевной будем пытать автоэксперта и задавать ему самые каверзные, самые болевые вопросы, которые волнуют нас. А он попытается от них как-нибудь, как-нибудь на них ответить. В качестве вводной я сообщу, по моему мнению, по моему глубочайшему убеждению, экономический кризис сказался на отрасли судебной экспертизы. Очень много конкурирующих, да просто экспертных организаций, которые занимаются оценкой автоэкспертизы, позакрывалось. О чем свидетельствует ряд сброшенных, забытых сайтов, на которых раньше рекламировалась, продвигалась судебная экспертиза. Закрылось несколько, по Москве, я точное число не знаю, дилерских центров, по продаже автотранспорта. О чем? Ну, что говорит, в принципе, о плохой тенденции, конца которой мы пока не наблюдаем. И теперь вопрос Алексея Борисовича. Алексей Борисович, как вы ощущаете на себе кризис, как на специалисте в области автоэкспертизы? Да, конечно, кризис присутствует, это однозначно, он проявился. Причем, соответственно, все упирается в потребительский спрос. То есть, если у нас до кризиса было очень много потребления автомобиля, покупались автомобили в основном в кредит, как только прекратилось автокредитование, то уже прекратилась продажа автотранспорта. Соответственно, тот же по цепочке, по принципу домино, прекратилось автострахование. И с автострахованием начали закрываться потихонечку страховые компании. Соответственно, естественно, никто не хочет нести убытки. Все хотят эти убытки по какому-то... любыми способами избежать эти убытки. Естественно, что продавцы автомобилей не хотят исполнять свои обязательства по гарантийному требованию. Страховые компании тоже пытаются избежать максимального принятия претензий по автострахованию. И все это вот по принципу такого нарастания увеличивается. Соответственно, так как закрылось достаточно много автодилеров, высвободился огромный, можно сказать, штат сотрудников. Людей. Людей. Дальше сотрудники. Да, людей, которые занимались в этой области. Соответственно, также закрылось достаточно весомое количество сокращений прошло в страховых компаниях. Очень много людей также сократили в страховых компаниях. И эта вся масса, она пошла заниматься автоэкспертизой. Автоэкспертизой. Да, абсолютно верно. И в прошлом году мы вот как раз ощущали такой всплеск. Всплеск возникших очень много автоэкспертных организаций, которые вот, собственно говоря, пытались в этой области каким-то образом работать. Но тут, опять же, надо все-таки понимать разницу между автоэкспертизой и тем, что делали, собственно говоря, экспертные организации при страховых компаниях. Кто не в курсе, проблема, самая проблемная экспертная организация, которая появилась за последние два с половиной года, это безбашенные оценщики. Безбашенные оценщики, которые не понимают, что такое уголовная ответственность. То есть все оценщики, которые работали в РОО, НКО, РКО и прочих, СМАО, ну и прочих саморегулируемых организациях, не боятся ничего и не боялись ничего. Если даже те, которые состояли там, есть автоэксперты, которые не эксперты, а просто имели такую должность, работали в качестве карманных экспертов, выполняли, подписывали любые заключения, которые требовалось подписать для страховой компании. Находились в здании страховых компаний. И самое смешное, что многие так и продолжают там находиться, только при этом юридически выделенными за штат страховой компании продолжают работать в здании страховой компании. Но в силу того, что страхование просело, сильно просело, страховой компании много закрылось, мы не будем статистику приводить, мы ее не собирали, мы просто об этом знаем. Вот эти вот длинные, матерного слова не буду произносить в этот раз, длинные псевдоэксперты выплеснулись, как помои на улице нашей страны. И очень, вот в этот момент очень хотелось бы, конечно же, вспомнить о законопроекте судебной экспертизы, чтобы все-таки помои-то в Вену не надо загонять в виде этих автоэкспертов. То же самое по рынку недвижимости, где очень много оценщиков, которые решили, узнали такое, красивое слово экспертиза, узнали о его существовании. И как привыкли они писать заказные оценки, да, так, ну для банков в частности. В силу отмирания, опять-таки, банковской отрасли, в силу массового закрытия банков, соответственно, массового закрытия оценщиков, которые эти банки на потоке обслуживали. Вот эти вот банковские оценщики, карманные, тоже стали, решили стать экспертами. Мне также, в принципе, радует то, что при изучении сайта egru.nalog.ru, с какой активностью регистрируются экспертные организации, с такой же активностью они и закрываются. К сожалению, у нас в России нет такого понятия, реестр, или уже есть это понятие, реестр несостоявшихся, несостоятельных, или просто такой некий черный список неправильных, недееспособных экспертов и экспертных организаций. Такой бы список, в принципе, бы помог. То есть, человек открывает какую-то оценочную компанию, гробит компанию, обманывает клиентов. Открывает автоэкспертную компанию, гробит компанию, обманывает клиентов. То есть, такие бы списки, конечно, бы нам очень помогли. В принципе, они есть. В принципе, реестр, закрывшийся экспертных организаций, можно смотреть на сайты egru.ru. То есть, открываете там, выставляете свой город, свой, или область, указываете название экспертизы, или там экспертный, экспертных. Ну, все вот слова-формы со словом эксперт, либо экспертиза, меняем окончание, и можем, в принципе, собрать реестр экспертных организаций, которые закрылись в этот год. Ситуация печальная, с одной стороны, то, что бизнес не может возрастать в период, вернее, бизнес не может начаться в период кризиса. Но, с другой стороны, если ты без совести, без интеллекта, без инвестиционной какой-то составляющей, то есть, в отсутствии денег, то тебе, конечно же, в этой области, в области судебной экспертизы, или автоэкспертизы, неважно, о какой специализации мы сейчас говорим, делать нечего. Совсем недавно, кстати, совсем недавно я купил сайт, брошенный сайт экспертной организации, сайт называется sibexpert.rf. Кто забьет его, поймет, куда он ведет, мы его настроили, переадресировали на наш сайт. Это целая была гильдия сибирских экспертов. Поэтому, еще одно доказательство того, что если человек не имеет интеллекта, денег, знаний, усилий, то делать ему, конечно же, в этой отрасли нечего. А у вас, вот вы сейчас немножко сказали о рынке в целом. Как у вас, персонально в центре экспертизы автомобилей, дела обстоят? Да, конечно, чувствуется, что, в общем-то, у нас идет, так скажем, у нас зеркальное отражение, собственно, самого рынка. Как вот на рынке затишье, соответственно, у нас... Машинки не завозятся, представительства иностранных марок закрываются. Да, представительства закрываются, продажи упали, страховые компании тоже закрываются, причем вот сейчас... А что у нас позакрывалось? Я сейчас не могу так на память... Насколько помню, красер закрылся, вот из американских. Там достаточно много закрылось, много ушло. Там и Opel ушел, да, там Chevrolet тоже что-то шли, какие-то переговоры, страховые компании очень много закрылось. Оставшие страховые компании, сейчас вот есть инсайдерская информация, Центробанк ведет проверки оставшихся страховых компаний, соответственно, там на предмет разного рода нарушений. Вот, то есть нас, я думаю, в ближайшее время ждет еще интересные новости. Смопывание банков понятно, уже 20, более 20 банков ушло, да, в небытие? Теперь Страховый... Теперь Страховый... Теперь Страховый... Теперь Страховый... Теперь Страховый, да, взялся за Страховый, то есть тоже будет, я так понимаю... Я так полагаю, вот сидит директор Центробанка и говорит, ребята, займитесь чем-нибудь полезным, хватит обманывать народ, хватит, ладно, берете деньги за Страховый, но вы выплачиваете, сволочь, выплачиваете, зачем вы, вы институт со знаком плюс, изначально создавался, вы же делаете из нечто положительного, абсолютно омерзительное явление, это автокидаловое или автострахование, так называемое, по которому выплаты вы полноценные не получаете. Как вы думаете, Алексей Брич, на сколько лет, месяцев, год, годов затянется этот кризис? Есть ли какие-то... Ну, мне, собственно говоря, трудно судить. Единственное, сейчас могу что сказать точно, что авторынок немножко сдвинулся. Авторынок сдвинулся в область бушных автомобилей. То есть у нас теперь, если раньше у нас продавалось большое количество новых автомобилей, то есть они покупались, продавались, страховались, то теперь у нас идет вот эта вот ротация, круговорот автомобилей бушных в природе. То, что было в природе, ну да. Не вызовет у нас это опять кризис такой, как вот эти, раньше были масштабные рынки бушных автомобилей, где битые продавались, переделанные, без всяких, под контроль. Вот это не вызовет? Да, естественно, я думаю, что это вызовет. Это вызовет, и это, соответственно, будет определенной проблемой. Потому что, естественно, там, где у нас возникают стихийные всякие продажи, естественно, где это уходит из под контроль, дилеры закрываются, соответственно, какие-то, так скажем, контроль, который есть, он ухудшается, потому что дилеров нет, этим начинают заниматься какие-то фирмы-однодневки, соответственно, тут же у нас будет, соответственно, процветать и криминал, естественно. И, соответственно, будут вот эти всякие машины. И пойдет в рост автоэкспертизы. И пойдет в рост. Это точно. Алексей Борисович, ну, смотрите, нас слушают, естественно, не только простые граждане, но и молодые, а, может быть, немолодые автоэксперты. Что делать человеку, который обучился на оценщика, либо обучился на технического эксперта автотранспорта, ну, и занимался, работал в рамках, так называемого, ОСАГО, да? Куда бы вы рекомендовали такому человеку пойти? И что делать? Действительно, сейчас очень трудно что-то рекомендовать, потому что вот рынок находится в таком состоянии, каком-то шатком. То есть абсолютно непонятно. В страховых компаниях сейчас работы нет практически. В автодилерах, в автопродавцах тоже работы нет. Соответственно, ну, а вот подобного рода там однодневские автоэкспертизы, также они открываются и закрываются. Потому что это не просто. Я вспоминаю замечательные 90-е годы, когда, когда, это можно не вырезать, когда в городе Находка, где я жил, в 90-х годах было всего лишь два автоэксперта. И оба ездили на ленд-крузерах. И у них было соревнование, на 180 тысяч населения было соревнование, у какого автоэксперта машина круче. А вот сейчас, к сожалению, да, действительно, автоэксперты упали уже давно, и оценщики очень низко. Низко по заработной плате, низко по... Ну, просто востребованность и цена специалистов такого формата стала очень-очень низко. Единственное, чем можно было бы заниматься автоэкспертом, это экспертиза технического состояния транспортных средств. Но, но это специалисты очень сильные, очень редкие, и рынок таких инженерных экспертиз, не просто оценить битую машинку, конечно же, совершенно отличается от других прочих видов экспертиз. Да, вы абсолютно верно говорите, потому что, так скажем, наработать кредит доверия перед потребителем... Перед судами. Перед судами очень трудно в данной области. И это не один год работы, чтобы заслужить определенный уровень доверия. Чтобы суды смело направляли на экспертизу причину выхода из строя двигателя, коробки передач и прочих вещей. Для этого требуется... А как бы разделили на сегменты автомобильную экспертизу, автотехническую экспертизу, чтобы нам понимать, в каком сегменте есть просадок, то есть, коснулся кризис, какой-то сегмент у нас кризис не коснулся, где-то, может быть, у нас даже повышение производства, экспертиз произошло. Ну, в принципе, у нас просадок-то везде есть. Но, опять же, здесь, конечно, надо разделять. То есть, скажем... Что-то отмерло? Да. Или отмерло? Ну, немного, скажем, ситуация изменилась, сместилась, так скажем. Потому что, например, в области автооценки ущерба... Оценка смертной стоимости, ремонт на восстановительных работ. Здесь, как бы, просело. Потому что страховые компании, в принципе, сейчас работают по единой методике. И эта единая методика все-таки их обязывает каким-то образом соблюдать вот эти условия, потому что на них много штрафов налагается. И поэтому здесь действительно есть какой-то просадок. Боязнь отъема лицензии, да? Да, боязнь вот этого. Слава тебе, Господи! Почему раньше так сделали? Да, ну, да. Вот это какая-то, так скажем... Наши все-таки... Пусть все равно... Пусть все равно... Вот даже по этой методике мы уже делали видеопередачу. Все равно они 100% не оплачивают. Нет, конечно же нет. Все равно не оплачивают. Но, по крайней мере, нарушений уже стало меньше, да? Ну, с другой стороны, опять же, я еще думаю, с чем связано, что люди меньше идут в суды, обращаются в суды по этой проблеме. Потому что суд – это всегда затратное достаточно мероприятие. И, как бы, человек, не обладая средствами на судебные тяжбы... На адвокат, на адвокат. Да, со страховыми компаниями, и, соответственно, он просто, как бы, смиряется. Я хотел бы нашим зрителям повториться о том, что, в отличие от услуг адвоката, которые суд может порезать и вам не возместить, затраты на пошлину, затраты на услуги эксперта, даже внесудебного эксперта, который проводил вам оценку, либо экспертизу во внесудебном порядке, возмещаются в 100% объеме. Поэтому, друзья мои, затраты на наши услуги, на услуги автоэксперта... Да, это практициальное законодательство, оно четко регулирует... Они являются для вас всего лишь инвестицией, причем возвратной, железобетонной. Вот это, в принципе, людей должно немножко расслабить. Да, адвокат вам обойдется в определенную сумму, все деньги вы не вернете, хотя, может быть, и вернут. Если речь у нас идет о нарушении прав потребителя, да, при покупке автотранспорта неисправного, там суммы штрафов весьма хороши, и я думаю, это все будет весьма интересно. Я могу рекомендовать некоторых адвокатов, поэтому... Ну, делать пока этого не буду, потому что могу ошибиться с телефонами, с названием и так далее. Люди зарабатывают, действительно работают, размещают очень хорошие денежные суммы в два раза больше, чем вам бы хотелось сейчас, допустим. Вот, с другой стороны, в таком сегменте, как обстоятельства ДТП, действительно увеличилась трассология ДТП, увеличилось количество обращений, в связи с тем, что увеличилось количество автоподстав. Кризис. Опять у нас выплывает... Сеченые, сеченые, да? Да, 90-е, все вот эти вот мошеннические схемы начинают вспоминаться и применяться на дорогах. Можно взяться за старые, так сказать, поддельные техпаспорта, перебитые номера, двигатели там. Да, 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 автоподставы, особенно вот сейчас популярны, когда там, соответственно, каким-то образом повреждают автомобиль, потом говорят, что стукнул, вот, не заметил уехал, и так далее. То есть в этом плане действительно есть небольшой подъем по спросу. По спросу таких услуг. Да. Так мы не ответили, чем должны заниматься молодые автоэксперты. Давайте я отвечу на этот вопрос. Я думаю, что в условиях, когда... В условиях кризиса я бы не стал открывать экспертную организацию, раз. Я бы накапливал просто свой профессиональный опыт в рамках своего базового образования. У меня базовое образование гуманитарное, юридическое, я бы работал по специальности. Влазить в период кризиса, тратить, инвестировать деньги в умирающую экономику в России я бы не стал. Те, которые пытаются... Те экспертные организации, которые пытаются, ну, выжить, продолжайте пытаться выжить, сохраняйте текущие обороты, экономьте, скидывайте ненужную недвижимость, скидывайте ненужных помощников, секретарей и так далее, и так далее, и пытайтесь оптимизировать свои расходы. Это моя... Но это не значит, что надо опуститься до комнаты в 5 квадратных метров, где вы сидите втроем. Да, есть такие экспертные организации. Потому что, чтобы не говорили по поводу экономии и, скажем так, нерациональных расходов той или иной организации, клиент, заказчик, ну, как угодно назовите, я, как потенциальный там любой организации, я хочу прийти в офис, я хочу увидеть, что есть сотрудники. Минимальный уровень комфорта, об этом точно же никто не спорит. Да, я хочу увидеть, что меня приглашают, извините, не где-нибудь сидеть, где паутина или труба какая-нибудь в подвальном помещении недавно проходит, а в нормальной переговорной комнате, где есть секретарь, если не секретарь, то помощник хотя бы руководитель, который, может быть, совмещает с другими какими-то должностями, должностями, ну, почему бы нет. Но, тем не менее, это имидж организации. Анна Николаевна хотела сказать, что не понимаете меня превратно, не преувеличиваете сказанное, потому что, да, действительно, минимальный уровень комфорта, он нужен. Но мы, Анна Николаевна, сами прекрасно знаем, что у нас в этом бизнес-центре мы занимаем практически два этажа в огромном-огромном бизнес-центре. Сейчас мы скинули очень много офисов в этом же бизнес-центре, с тем, чтобы более 17 офисов мы отдали. Вы сами понимаете, 17 офисов мы отдали. Но это те расходы, которые касаемо только нашей деятельности, они не повлияли ни на имиджевое состояние организации, ни на дискомфорт наших заказчиков. Абсолютно, абсолютно верно. Итак, друзья мои, мы подводим конец, завершаем нашу беседу. Что-то у наших гостей есть сказать? Да, собственно говоря, пожелайте всем успеха. Я тоже желаю вам успеха. Преодолеть кризис. Преодолевайте кризис. До свидания, друзья. Комментируйте нас. До свидания.